Великобритания замерла в ожидании важнейшего политического события. Вторая женщина-премьер в истории Соединенного Королевства Тереза Мэй сегодня, как ожидается, займет пост главы Кабинета Министров. Смена караула глава британского правительства произойдет совсем скоро, около 7 вечера по Москве, согласно всем традициям. Сначала свои полномочия на приеме у Ее Величества служит Дэвид Кэмерон. После одобрения Елизаветы Второй получит Тереза Мэй. Репортаж Дмитрия Сушина. Передача власти состоится после двух поездок в Букингемский дворец. Сначала Дэвид Кэмерон посетит Елизавету Вторую, из ее уст он услышит о своей отставке, а затем уже Тереза Мэй встретится с королевой, чтобы та официально утвердила ее новым премьер-министром. Дэвид Кэмерон оставляет Терезе Мэй в наследство, расколотую референдумом страну, нестабильную экономику, ядерный чемоданчик, инструктаж проведут сразу, когда Мэй попадет в это здание, а также кота Ларри. Семейство Кэмеронов решило оставить официального крыслова новой хозяйке этого здания. Иначе они не могли. Ларри официально состоит на госслужбе. С ним Тереза Мэй познакомиться пока не успела. Ей необходимо в авральном режиме формировать правительство. Все гадают, попадут ли в него идеологи Брекзита. Бывший мэр Лондона Борис Джонсон и теперь уже экс-министр юстиции Майкл Гоуф. Политики, между которыми пробежала черная кошка, сразу после референдума о выходе из ЕС. Своей приоритетной задачей Мэй называет стабилизацию экономики, которая еще не пришла в себя после объявления результатов референдума о выходе из Евросоюза. Первое решение Терезы Мэй на посту премьер-министра создать министерство Брекзита, специальный департамент правительства, который будет отвечать за переговоры о выходе из ЕС. Новое министерство будет настолько большим, что премьер-министр собирается найти ему отдельное здание. Перед встречей с королевой Кэмерон и Мэй оказались на одной скамье в парламенте. Во время последнего для него правительственного часа депутаты не дали Кэмерону расслабиться. Шотландские парламентарии напомнили ему, что их избиратели не желают, чтобы Британия модернизировала свой ядерный потенциал. Ракеты Trident находятся на подводных лодках, а их базы в Шотландии. Раз уж мы говорим о Шотландии, которая хочет быть в Европе, я хочу дать совет будущему премьер-министру. Нам необходимо быть как можно ближе к Европейскому Союзу, чтобы поддерживать торговые и экономические связи, чтобы обеспечивать безопасность. Ла-Манш после Брекзита не должен стать пропастью между нами и Европой. Провожали Кэмерона, как говорят в таких случаях, долгими и продолжительными аплодисментами. Терезу Мэй называют новой Маргарет Тэтчер. Мэй – вторая женщина во главе правительства в истории Соединенного Королевства. Многие соратники бывшего министра внутренних дел считают, что она скорее напоминает им канцлера Германии. Нам потребуется несколько лет, чтобы занять достойное место в Европе. Но вчера, во время заседания уходящего правительства, мы все почувствовали, что у нас будет своя Ангела Меркель – очень телеустремленный, жесткий и грамотный политик, способный отстаивать интересы страны. Любопытно, что Мэй и Меркель – дочери священников. Меркель и семи протестантов, Мэй – англиканского вероисповедания. Так что у них есть шанс договориться. На больших саммитах супруг Ангела Меркель, Юахим Зауэр, теперь будет развлекать первых леди вместе с Филиппом Мэем. Мужа премьер-министра, очевидно, следует называть первым джентльменом. Филипп – глава крупного инвестиционного фонда. Журналисты разузнали, что этот фонд управляет акциями компаний, которые обвиняют в налоговых нарушениях. Причем расследование этого дела было в компетенции уже бывшего министра внутренних дел Терезы Мэй. Нового премьер-министра трудно назвать иконой стиля. Выглядит она элегантно, но однажды дочь священника появилась в парламенте в красном костюме с довольно смелым декольте. Так что от нового премьер-министра, говорят здесь, можно ожидать сюрпризов. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Максим Семин, Первый канал, Лондон.